Как отличить американца от британца по произношению, а не по бейсболке или котелку? Почему австралиец готов умереть прямо сегодня? Откуда родом человек, если он говорит как американец, а пишет как британец? Давайте разбираться. Угадать по акценту откуда родом человек – это спорт. В этом видео мы научимся отличать акценты носителей английского языка, ну а как-нибудь в следующий раз поговорим, как вычислять ненейтивов, которые говорят по-английски. Я слышал разные версии, как различать акценты в английском языке. В этом регионе говорят в нос. Американцы говорят как бы с улыбкой. У англичан картошка во рту. Честно говоря, я не знаю, что все это значит, и как по этим признакам вычислить страну, штат, город, улицу и комнату, где вырос человек. Поэтому давайте сначала посмотрим, как мы вычисляем, откуда приехал носитель русского языка. Русский язык поразительно однородный, особенно для такой огромной территории. И все-таки некоторые регионы угадать можно. Первое, на что обращают внимание, это Гэ или Гэ. Гагарин или Гагарин. Второе – это Оконье или Аконье. Молоко или Молоко. И по этим двум основным признакам у нас выходит вот такая карта. На севере России – Окают, Молоко. На юге – Гэкают, Гагарин. А посередине – Акают, но не Гэкают. Молоко – Гагарин. Для Украины и Беларуси тоже характерны южные черты. Гагарин, кстати, из Смоленской области, так что он Гагарин. А вот литературное произношение у нас на основе среднерусских говоров. Оно нейтральное, то есть не выдает регион. Так что если человек говорит «Молоко», «Гагарин», как я, он может быть откуда угодно. Если угадаете мой родной город чисто по произношению, пишите в комментариях. Вот так мы всего по двум звукам уже неплохо различаем три основных русских наречия. Заметьте, нам не важно, любит ли человек картошку и заложен ли у него нос. Английский язык – один из самых распространенных в мире. Больше носителей только у китайского и у испанского. И акцентов у английского языка очень много. А различаться они могут гораздо сильнее, чем на речи русского языка. При этом главное, что отличает акценты друг от друга – это гласные звуки. И все-таки самая простая фишка, которую можно прямо сразу взять и заметить – это согласный звук Р. Все акценты можно разделить на две группы. В одних буква R читается всегда – risk, park, far. А в других – только если после нее звучит гласный звук – risk, park, far. Лингвисты называют это ротические и неротические акценты. Ротические акценты характерны для США, Канады, Ирландии, Шотландии. Исторически это более древний вариант, во времена Шекспира так говорили вообще все. Неротические акценты типичны для Англии и Южного полушария – Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки. Послушайте пару примеров. Для США и Англии такой простой критерий иногда может давать сбой. Вот посмотрите на карты. Здесь ротические акценты красные, неротические – белые. Так что будьте готовы. Однажды вам может встретиться англичанин из Бристоля, которого вы сгоряча примете за американца. Ротичность разделяет Англию и США не хуже Атлантического океана. Американцы обычно воспринимают неротические акценты, британскоподобные, как иностранные или малограмотные. Так что в Игре Престолов британские акценты придают ощущение чего-то далекого и незавиданного. Ну еще голливудские киноклассики так говорят. Англичане, наоборот, часто считают ротические, американоподобные акценты непрестижными. И именно с таким акцентом говорит Хагрид в Гарри Поттере. А еще так говорят стереотипные пираты в фильмах. Второй такой характерный согласный, который легко заметить – это L. Английский язык может предложить вам на выбор целых два сорта – темный и светлый L. Темный L – это такой, как русский твердый звук Л, Ла, 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 Ла. Тут задняя часть языка напрягается и поднимается вверх. Светлый L звучит как что-то среднее между русскими твердым и мягким L. Ла, Ла, Ла. Твердый, темный L выбирают американцы, канадцы, австралийцы, новозеландцы и шотландцы. Полумягкий, светлый L – это ирландцы. А вот англичане говорят «дайте два». Так что в стандартном британском произношении перед гласными звучит светлый L, а в остальных позициях – твердый L. Как легко и быстро отличить канадца от американца по выговору? Короткий ответ – никак. Акцент Калифорнии гораздо больше похож на Канаду, чем, скажем, на Техас или на Нью-Йорк. Ну, есть такая характерная черта – Canadian Raising, но в США его тоже можно найти. Так что я могу предложить тут два выхода. Спросите у вашего нового знакомого, какая высота Ниагарского водопада. Хотя бы приблизительно. И если ответ будет в метрах, то перед вами канадец. А если в футах, то американец. Ну, а если ваш друг не любит географию, то возьмите листок бумаги и попросите его написать «мой любимый цвет». Если он напишет через OU, то это канадец. А если просто через OU, то американец. Дело в том, что в США был такой великий лингвист Ной Уебстер, который провел реформу и чуть-чуть упростил орфографию. Намного легче от этого не стало, и в итоге в мире теперь два стандарта. Один используют в США, а второй в Великобритании и почти везде. Так что канадская орфография больше похожа на британскую. Поэтому канадец говорит как американец, а пишет как британец. Теперь поговорим об антиподах. Кстати, даже австралийские монархисты путают флаги Австралии и Новой Зеландии. Поэтому я буду использовать кенгуру и киви. Вы их точно не перепутаете. Пожалуй, самая раскрученная фишка австралийского акцента – это произношение «эй» как «эй». Классический австралиец произносит слово «сегодня» как «to die», что большинство американцев или англичан слышит как «to die», то есть «умереть». Однако это ненадежный критерий. Очень много австралийцев уже давно произносит слово «сегодня» так же как англичане или американцы. И наоборот, есть «кокни», акцент рабочего класса Лондона и певицы по имени Адель. Для «кокни» как раз характерно именно такое произношение «эй» как «эй», как в Австралии. Вот послушайте, как Одри Хэбберн разговаривает с акцентом «кокни» в фильме «Моя прекрасная леди». Да, отличный фильм. Очень рекомендую посмотреть в оригинале. А теперь для сравнения стандартное английское произношение этой же фразы. Поэтому лучше смотреть на более надежную фишку австралийского акцента. Австралийцы шутят, что когда они разговаривают, они меньше открывают рот, чтобы туда мухи не попадали. А теперь навострите уши. Австралийцы вместо расслабленного звука «эй» как в слове «шип», «корабль», произносят более закрытый «и», «щип», «эй», «и», «шип», «щип». То есть «корабль» в Австралии звучит почти как «овца» в Англии. Именно поэтому в Австралии слово «бич» с русским акцентом воспринимается именно как ругательство, а не как пляж. Вот послушайте, как говорит австралиец. Соседи австралийцев-новозеландцы поступают наоборот. Вместо того, чтобы напрягаться и сильнее закрывать рот для звука «и», они расслабляются, поэтому получается звук «шва», «э». В русском языке «шва» — это последний звук в слове «мама». Поэтому новозеландцы и австралийцы уже много лет шутят о том, как соседи произносят слово «рыба». А теперь тренировка. Послушайте несколько разных акцентов и пишите в комментариях, откуда они. Ватт, инонций. Продолжение следует... Если вы хотите лучше понимать нейтивов и говорить понятно естественно, то рекомендую канал Phonetic Fanatic. Там есть детальные видео по каждому нюансу с примерами и для Америки, и для Британии. И предупреждаю, этот канал реально затягивает. А если вы хотите не только посмотреть, но и почитать о фонетике английского языка, то список книг будет в описании под видео. В следующих видео мы разберем стандартные акценты Англии, США, Канады и Австралии, перестанем путать овец с кораблями, почувствуем разницу между произношением королевы и молодых британцев, и увидим, как австралийский английский ставит британскую транскрипцию с головы на ноги. Изучайте фонетику.